Кадры шокируют. Мужчина душит рентгенолога, затем отталкивает его. Слышен сильный звук удара головой о пол, а дальше идет целая серия ударов прямо в лицо. На просьбу дежурного доктора вести себя потише, мужчины отреагировали в серии хуков и апперкотов. Нападение на медиков в Подмосковье. Случай далеко не первый. Делать что-то надо. Нападения на медицинских работников при исполнении служебных обязанностей участились. Только с начала этого года в Красноярском крае зафиксировано два нападения на врачей скорой помощи. За последние семь лет в учреждениях здравоохранения произошло 98 таких случаев. И зачастую нападавшие остаются безнаказанными. Краевые депутаты и медицинская общественность уверены, ужесточение ответственности поможет снизить количество подобных преступлений. За последние годы в Каннске произошел всего один такой случай. Мы рассказывали о нем в своих выпусках новостей. По прошлому году, наверное, помните, у нас события были, они были озвучены. Не очень приятный случай был. Нападение, травма получила незначительно, но тем не менее получила. Были халаты, пуговицы трещали. Но, слава богу, такого, как в Красноярске случилось, у нас за последние 5-7 лет не было. Периодически там где-то обругают, где-то там толкнут маленько. Но и заявление писали, наверное, один или два раза на моей памяти. Однако, несмотря на относительно спокойную обстановку в нашем городе, сейчас оставаться от общей проблемы в стороне нельзя, считают профсоюзные работники здравоохранения. В прошлом году в Каннске прошло расширенное совещание с участием представителей ОВД и медиков, на котором все пришли к выводу, что не только врачи скорой помощи никак не защищены, но и участковые врачи тоже, которым приходится ходить на вызов к абсолютно разным категориям граждан. И среди них бывают и крайне агрессивные. Например, это больные алкоголизмом и наркоманией. Также наши работники участковой службы, это врачи, медсестры, они также обслуживают, идут на вызовы, и сам контингент, куда они идут, не всегда бывает хорошим. Всякие могут случаи. Они тоже у нас ничем не защищены. Поэтому мы тоже настаивали о том, чтобы тоже были обеспечены тревожными кнопками. Предлагается наказание за применение насилия, не опасного для жизни или угрозу, назначить штраф до 200 тысяч рублей и принудительной работы, либо лишение свободы на 5 лет. Посягательство на жизнь медицинского работника предполагается наказывать лишением свободы вплоть до пожизненного.